Я так счастлива, так рада! У меня есть ты! Вспоминаются слова из одной рекламы. Здравствуйте! Вы на канале Таня Онака. Сегодня мне пришла посылка, а вернее целых три посылки. В двух посылках были по чайнику и в другой, третьей посылочке были вот эти замечательные пиалы и блюда. Это сервис «Песочная Каламбур». Чайники от разных продавцов и они разные. Один чайник больше оранжевый, а другой чайник красный. Я давно мечтала попить чаю из пиалок. У моей бабушки были пиалки. Не знаю, какой фирмы, но мы пили, мы пользовались. И я с тех пор мечтала. Вот эти пиалы, они не крупные. Они такие, знаете, вот небольшие. И как раз вот для восточного чаепития. Я заварила чёрный чай. Прекрасно, конечно, замечательно. И более подробно я вам не буду показывать, потому что любители фарфора знают этот сервиз. Я увидела презентацию на канале Ирина Керс. Загорелась. Оказывается, у моей тёти есть остатки этого сервиза. Она, к сожалению, не помнит, когда приобретала и что. И она мне отдаёт. Я в субботу еду. Там чайник, по-моему, и пиалы. И чайник, менее чем вот этот, этот чайник у меня, он литр триста. Мы будем заваривать с мужем чай, потому что, особенно зимними, долгими вечерами, хочется чаю. И мы всегда завариваем по многу. Завариваем по литру. Ну и будем пить. Посмотрите, здесь люстровое покрытие, а здесь прям золото. Этот у меня чайник заварен, поэтому я его не поднимаю. Давайте посмотрим. Да, это третий сорт. Но я всё равно очень-очень рада, потому что нашла по более-менее сходной цене. Например, 7 вот этих, ой, 6 пиалок 750 рублей. Я считаю, что это вполне нормально. Пиалки абсолютно новые. Ими никто не пользовался. Блюдо тоже новое. Оно заявлено как пловница. Но я думаю, что это для сладостей к чаю. Посмотрите, тоже какая прелесть. И здесь тоже не золото, а вот это вот люстровое покрытие. И видно, что мазки все нанесены вручную. Обратите внимание, вот видите, они разные. Я сегодня пекла очень вкусную пиццу. Ну, вот так вот, просто для интереса, да. Но блюдо будет закрыто. Поэтому мне кажется, что в этом блюде нужно насыпать какое-то мелкое печенье, типа курабье. Очень вкусный чай. Единственное, что моя бабушка всегда говорила, наливай полнее, будешь полной хозяйкой. Ну, а на Востоке, насколько я знаю, и в Средней Азии принято наливать вот эти вот пиалки наполовину. Но у нас эти обычаи никто практически не знает. И вот будем пользоваться так. Я освободила полочку специально для этого сервизика. Очень я довольна, очень счастлива. Огромный привет всем вам и Ирине. И до новых встреч.